Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за прошедшие выходные. Полицейские Нового Уренгоя устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб человек. Авария произошла 25 сентября около 13 дня на трассе недалеко от Карачаева. Водитель, управляя от Лобио Манг, исправился с неправильным управлением. Представитель, что допустил опрокидывание травмских средств. Водитель, мужчина 1984 года рождения, от полученных травм, скончался на месте аварии. Накануне в авариях пострадали еще несколько человек. Так, в ночь на 24 сентября в Лабетнанге водитель Фольксвагена съехал в Кювет и перевернулся. Северянину потребовалась госпитализация. А на 330-м километре дороги Сургут-Салехард водитель Лады не рассчитал дистанцию и врезался в Шевроле. Травмы получил пассажир отечественного авто. В тот же день, около 8 вечера, в Новом Уренгое участниками ДТП стали три автомобиля. Произошло это в районе дома 4-2 микрорайона Дружба. Водитель Киа Рио при повороте налево не уступил Мерседесу, который двигался во встречном направлении прямо. После столкновения Мерс отбросил на выезжающий со двора автомобиль Джили. Двум пассажирам Киа оказали медпомощь. Они не были пристегнуты ремнями безопасности, как и водитель этой машины. В Найборске в Садовом товариществе Мечта сгорели два частных дома и внедорожник Нива. Возгорание произошло в ночь с 22 на 23 сентября. В тушении участвовали 13 огнеборцев и 5 единиц спецтехники. Обошлось без пострадавших. Житель Муравленко заплатит штраф в 45 тысяч рублей за то, что публично оскорблял полицейских. Инцидент произошел еще в мае. Тогда 45-летний мужчина, не захотев отвечать на вопросы стражей порядка, которые патрулировали улицы, боднул одного из них головой в лицо, а потом обматерил правоохранителей, унизив их честь и достоинство. На Северянина завели уголовное дело по двум статьям – о применении насилия и об оскорблении представителей власти. Музыкальная школа в Муравленко и туберкулезный диспансер в Салихарде не дождались обещанного подрядчиком из ХМАО ремонта. Компания Прайд оскандалилась, сорвав сроки проведения работы, и теперь выплатит неустойку и штраф. Контракт со строителями заключили в 2022 году. Не получив результатов, заказчик обратился в арбитражный суд. Требования по иску удовлетворены. Оштрафован также и руководитель фирмы на 3 миллиона 700 тысяч рублей. Судебные тяжбы с нерадивым исполнителем продолжаются еще и по третьему объекту. Компания Прайд не справилась со строительством арт-резиденции в Ноябрьске. Этим объектом занимается теперь другой подрядчик. К правоохранителям Ноябрьска обратилась местная жительница. У нее похитили 374 тысячи рублей. Злоумышленники позвонили северянке и предложили заработать в интернете. Нужно было выкупать на сайте какое-то количество товара с целью продвижения сайта. За это работодатель пообещал возвращать деньги с процентами. Потерпевшая сделала заказ, а после ее на этом сайте заблокировали. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Наркодилеры-вербовщики решили пополнить свой трудовой коллектив. Отправляют северянам в мессенджерах сообщения с обещаниями легких доходов. И пишут объявления о размещении наркоты на скамейках и стенах домов. Взрослые ямальцы беспокоятся. Сказка о шальных миллионах в преступную деятельность могут завлечь несовершеннолетних. Бдительный житель города Губкинский направил участковому фото и видео молодого человека, писавшего такое объявление. Общественность ждет дальнейших действий правоохранителей по пресечению распространения опасной рекламы. Все из-за любви, утверждает житель Яр-Сале, теперь уже подозреваемый в совершении преступления. В мае неоднократно судимый северянин напился и избил сожительницу. В июле решил вернуть сбежавшую от побоев даму сердца и нашел ее в доме подруги. Пьяного гостя на порог не пустили. Мужчина распсиховался и залез внутрь через окно. Он снова избил возлюбленную, а когда хозяйка дома попыталась защитить подругу, дебошир приставил к ее горлу нож и угрожал убить. В делах сердечных теперь будет разбираться суд. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова